Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Сегодня я уже выложила на свой канал YouTube все запрещенные и благоприятные дни для посева. И там вы видели, что можно сеять перец в начале месяца 6-7 и во второй половине месяца. 16-го числа у нас новолуние и этот период 15-е, 16-е, 17-е даже те, кто не соблюдает лунный календарь, лучше не сеять, потому что все воздерживаются от посевов в дни полнолуния и новолуния. Вот я отметила для себя, наметила, что я буду 6-7 февраля сеять перцы уже не для получения раннего урожая, а массовые посевы перца и в теплицу, и для открытого грунта, все кроме скороспелых. Сейчас я хочу на практике показать вам, как я выбираю перцы первоочередность посевов, потому что одну партию я буду сеять 6-7 февраля, а следующую я буду сеять уже 20-го. Размах большой, разница большая, почти в полмесяца. Так вот, какие перцы я сейчас выберу и какие перцы я выберу на вторую половину февраля. Как видите, вот я разложила, я купила очень много нынче сортов новых и хочу ввести, ну как, попробовать еще другие сорта. Сейчас я вот из этого обилия сортов должна выбрать сегодня только 18 сортов новых, которых я еще не знаю, не сеяла, ну может быть когда-то и сеяла. Почему именно 18? Потому что это именно на пробу и у меня вот лоток именно под 18 сортов. Вот видите, у каждого сорта будет отдельная квартирка, вот по несколько семечек, по 10 я посажу, наверное. И вот таких квартирок у меня 18, поэтому для меня сложный выбор. Вот с такого огромного количества сортов нужно выбрать первоочередные 18 сортов, которые буду сеять я в начале февраля. И это не зависит, буду я выращивать потом в теплице или на улице под укрытием, потому что я буду выбирать именно те, которым нужно длительный период для созревания. Начинаем перебирать сорта. Вот, я все сорта разложила, почти все они для меня незнакомые. И для того, чтобы выбрать, я не смотрю на картинку, я не смотрю на форму. Сегодня я выбираю именно по срокам созревания. А, сначала скажу, что в первую очередь я сейчас уберу все скороспелые, которые сильно-сильно скороспелые, которые буду сеять обязательно только во второй половине февраля. Вот скороспелый винни-пух, я знаю, что он скороспелый. Сразу я его убираю, убираю вообще, чтобы он мне не мешался. Дальше идем так же, я проверяю. Например, иду прям по пачкам. Вот, если у него уже изначально написано скороспелый, значит на 6-7 февраля он у меня не подходит. Я его убираю. Потом, вот, первенец румянцева смотрим. Скороспелый сорт пойдет на вторую половину февраля. Морозка, раннеспелый, значит он у нас остается под вопросом. Убираем только самые скороспелые. Так вот, щеголь, смотрим. Раннеспелый, пока остается. Потому что я не знаю, сколько ячеечек у меня останется после того, как позднее я вот с большим сроком. Так, сундучок, вот написано сундучок, раннеспелый, тоже пока оставляем. И вот так все-все сорта я проверяю. Вот, теща любезная, тоже мне понравился сорт, ни разу не высаживала. Написано среднеспелый, значит оставляем, возможно я его буду, потом будет уже, вот я сейчас через сито прогоню один раз, потом уже будет второй. Так, вот, написано, красавчик, крупноплодный. Среднеспелый тоже оставляем. Нежность раннеспелый оставляем. Белый налив, скороспелый, убираем. Медаль. Раннеспелый оставляем. Белый налив. Скороспелый убираю. Сладкий гранатовый. Среднеспелый, большой срок созревания оставляем. Венгерский, желтый. Убираем. Барин. Оставляем, большой срок у него созревания. И вот после таких вот, так, бутуз, среднеспелый оставляю. Вот после такой проверки у меня половина сортов я убрала. Чтобы мне не путаться, остались те, только у которых больше 100 дней срок вегетации. Вот убираю сразу сибирский князь, скороспелый. Вот те сорта, которые я убрала с коротким вегетационным периодом, которые скороспелые. Вот эти сорта я рекомендую выбирать тем, у кого холодное лето, короткий летний период. Им можно даже не покупать, не приобретать вот эти вот, которые я оставила. Позднеспелые, среднеспелые, с большим вегетационным периодом. Если нет теплицы, то лучше вообще их не покупайте в магазине. Они у вас, скорее всего, не дозреют. Теперь вот из этих сортов, которые у меня остались, их осталось тоже очень много, больше 18. Я выбираю сорта, у которых самый длительный вегетационный период. У которых не 90, не 100, а вот 110 и 120. Начинаем все сначала вот из этих сортов. А, еще забыла. Я смотрю не только на вегетацию, еще смотрю в первую очередь, высаживаю не высокорослые, а низкорослые сорта. Вот хазбулат. У него, к сожалению, тут не написано, производитель не всегда указывает срок вегетации. Но я смотрю, что у него большая, вот большой плод 300 грамм, и небольшая высота куста 40-60 грамм. Значит, он у меня пойдет в первую очередь. Почему я так делаю? Потому что для формирования, созревания вот такого огромного плода, большого, требуется больше времени, чем остальным. А высота 40-60 сантиметров, это значит, что рассада не будет вырастать сильно большая у меня. Ее можно посадить в ранний срок. Вот хазбулат у меня идет в первую очередь. Дальше проверяем нежность. Так, сейчас нежность мы проверим. Сейчас я прочитаю, что там с ним. Тоже среднеспелый и тоже не написано, какой у него срок. 110-120, может быть, больше. Написано, что высота 80 сантиметров, 150 грамм. Я его пока отложу, но он у меня под вопросом. Если у меня не наберется низкорослых, крупноплодных, среднеспелых, 18 штук сортов, значит, у меня пойдет нежность. Но нежность у меня сейчас будет на запасной скамеечке пока что. Потом, вот, испанский сладкий, смотрим, 70-80 сантиметров и 200 грамм. Его тоже пока оставляю, потому что, может быть, попадутся с более крупным плодом, может быть, 300-граммовые даже, и попадутся, может быть, более низкие. Их буду в первую очередь, вот на эти 18 квартир у нас есть желающие. Вот, пожалуйста, щеголь. Всего 50 грамм будет, ой, всего 50 сантиметров высота, а вес такой же, 200 грамм, как и у испанского сладкого. Значит, щеголь мы посадим. Лично я посажу в первую очередь, потому что он более низкорослый. Рассада не вырастет сильно, а испанский сладкий посажу потом после него. Щеголь, значит, у меня будет второй. Так, сейчас смотрю, обской, обской под вопросом, там ничего вообще не сказано. Вот меня интересует вот этот первенец Романова, первенец Сибири. Сейчас я прочитаю, что... О, это скороспелый сорт. Я его сразу уберу на вторую очередь. Вот еще красивый, хочу посмотреть. Барин. Вот теперь каждый сорт я смотрю более тщательно, чтобы мне не ошибиться с очередностью. Ой, тут даже и схема формирования куста указана. 120, даже 130 дней, вот, да, да, да. 200 грамм. Вот барин я тоже посажу в первую очередь. У него очень длительный вегетационный период. И тут вся инструкция есть, я потом вам подробно о нем его опишу. Будет барин. Потом, чтобы посмотреть, какой еще. Вот медаль. Медаль я в этом году купила в трех вариантах. Видите? Есть медаль вот такая пачка, есть медаль вот такая пачка. Есть медаль вот такая пачка. Разные производители. Но медаль тоже скороспелая, я его пропустила, я его тоже убираю. Так что, как вы видите, подобрать для самого раннего посева не так-то просто. Нужно прочитать именно все-все-все. Так вот, вот бутуз подошел. Высота небольшая, 60 сантиметров и 150 грамм плоды. Так как он среднеспелый наравне с другими, такой же у него вегетационный период, но высота небольшая. Бутуз я тоже посею, значит, в первую очередь. Вот так я буду сорт за сортом. Все сорта. Вот лидия, 50 сантиметров, 130 дней вегетационный период. Значит, ее нужно вот сейчас пораньше посадить. Если я ее посею в конце февраля, она, скорее всего, в открытом грунте не покраснеет, не выспеет. Ее надо, значит, сеять сейчас. Тоже она у нас будет в первую очередь. Сейчас посмотрим вот эти вот, которые королевский урожай, мирика. Вот этот плод 200 сантиметров, но у него очень высокая, указана высота растения, 110 сантиметров. Это значит, будет перец дерева. Я такие перцы боюсь садить, сеять в первую очередь, потому что они сильно уже в рассаде вырастают деревьями, они колышутся, их неудобно в лотках носить. Значит, мирика у нас будет посеяна во второй половине февраля. Очень хороший, красивый, но высокорослый сорт. Высокорослые сорта. Новичкам не советую сеять в первую очередь. Все, вот принцип, как я выбираю сорта для посева первоочередного, я вам на практике показала. Все вот эти семена, которые я буду сеять 6 февраля, 5 февраля, я уже начну замачивать, протравливать, стимулировать, готовить к посеву. Почва у меня готова, я уже показывала, что лотки с землей стоят, и фитоспорином пролиты, есть там, есть марганцовкой обработанной. Земля готова. Семена я сейчас выберу, ровно 18 сортов. Все подпишу, и потом я вам расскажу, как я делаю, чтобы не запутаться, где какой сорт вот в этих ячейках. Это очень просто и доступно всем, если вы научитесь, как по планам, ну как я рисую план, вот схематический на листке в тетради, и каждую эту ячейку подписываю, все, потом подхожу, и я знаю, какая у меня третья по счету, четвертая, где что растет. Это очень просто, можно и 18, и 20, и 30 сортов одновременно вырастить, и не перепутать. Все, но вот этот вот видеоролик был снят специально для того, чтобы я на практике хотела вам показать, как из большого количества я выбираю именно те, которые посеять нужно чуть-чуть на 2 недели раньше, а какие мы оставляем на полмесяца позже. Все, все скороспелые, все карликовые, все штамбовые с маленькими кустами мы оставили на вторую средину февраля, лично я оставила. Я так сделала, потому что скороспелые сорта перерастают, они перерастают, их сеять очень рано не нужно. Они специально выведены для того, чтобы люди могли посеять чуть попозже, а получить урожай одновременно с позднеспелыми сортами. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова и моя огородная азбука. Вот так потихоньку, помаленьку, если вы начинающий огородник, вам достаточно 2-3 сорта, вам не нужно, как мне, там 30-100 сортов. Выберите один скороспелый, один среднеспелый, один крупноплодный, который будет попозже, но будет мясистый, толстостенный, и вам для семьи вполне хватит. Но как выбирать сорта, вы все равно должны знать. До свидания. Желаю всем удачного в этом году сезона 2018.